ну что ж а значит александр панчин значит в мае ты родился значит и телец типичный значит телец а я тебе значит есть описание тельца класс хочется читаю тебя ты когда-нибудь вот такая разбирал вот реально вот эту это мракобесия с точки зрения вот применить скольки видео заказа полностью б читал это писание тельца там великой нумерологию к себе применял а ну можно применить себе я честно да только вот это не та астрология которая настоящая там сразу типа газету астрологию разъебывается на ее разъебывается ну сначала я сделаю оговорку что я если ты никого не хотел бы обидеть вот то есть я просто озвучил некоторые научные данные на при этом надо сказать что конечно же среди людей которые верят в астрологии есть том числе и люди умные когда мы говорим о таких вещах это как бы корреляция в среднем есть различие между группами которые верят и не верят их можно обнаружить но при этом есть очень огромная вариабельность внутри группы то есть только потому что человек во что-то верит ставить им какой-то диагноз полу просто и с точки зрения науки некорректно вот люди бывают очень очень разные здесь панчинам согласен люди действительно бывают очень разные по разным причинам верят и низкий айкью ничего и да да вера огромное количество людей с низким айкью в науку верят так то я даже более того скажу подавляющее большинство верят в людей в науку и были подавляющее большинство людей которые верят в магию верят еще и в науку большинство религиозных людей которые верят в бога они еще и в науку именно что верят как бы тут Тут важно заметить, да, то есть для большинства людей вера в науку не является следствием какого-то длительного интеллектуального пути, в котором они сами пришли к убеждению серьёзному, обоснованному, что наука топ. Парк, можно по-разному объяснить. Тут просто вот такая вот фишка, просто вот такая вот реально фишка. Ну, да, если мы, наверное, посчитаем, большинство людей, которые в кавычках верят в науку, это все люди, живущие на Земле, наверное, в среднем у них хуёвая IQ будет. Ну, у них будет средняя IQ, у них будет средняя IQ в среднем, так-то. И по поводу твоего комментария по поводу страха, действительно, есть исследование о том, что в условиях неопределённости, когда у людей тяжёлая какая-то жизненная ситуация, людям более свойственна одна очень интересная склонность мышления, это поиск закономерности там, где их нет. У этого ещё есть термин, называется апофения, выискивание закономерностей в случайных или в бессмысленных данных. Ну, грубо говоря, увидеть там лик на подгоревшей гренке какой-нибудь и принятие это за какое-то чудо. Гренке какой-нибудь, человек посмотрел на небо звёздное. А прикинь, если наука вся построена на в кавычках апофении, на преждевременном, собственно, преждевременной трактовке тех или иных фактов. А, нет, наверное, так не работает. Ладно. Наука исключения, это другое, окей. И увидел там какой-то символ, и на основании этого символа связалось с каким-то событием в своей жизни. Это может усиливаться в условиях, когда... Ну, да, богиня, в этом и вся фишка, что надо просто взять всё и обесценить. Взять и всё и обесценить, нахуй читать, нахуй думать, нахуй спрашивать. Просто надо взять и обесценить, уравнять. Тем не менее, да, если человек мог действовать из самых благих пожеланий, из самых благих намерений, если бы я был, ну, условно, там, министром образования и науки, то я бы очень сильно постарался бы придумать какую-то систему переквалификации людей, которые сегодня зарабатывают какой-то откровенной ерундой, чтобы у них была возможность. Может, давайте всех тогда людей переквалифицируем? Ну, просто тут проблема заключается в том, что люди, которые в кавычках зарабатывают ерундой, нередко могут зарабатывать на этой ерунде несопоставимо огромные деньги, несопоставимо гигантские деньги, несопоставимо с тем, что они бы зарабатывали на любой другой нормальной работе. Возможность найти новую профессию. Ну, где, например, какая-нибудь бабка-гадалка, там, не бабка-гадалка, какая-нибудь мега-гадалка, будет, соответственно, зарабатывать 200 тысяч, например. Ну, где, блядь, она такое место найдет? Где она будет его искать? Расскажи. Вот, потому что многие люди еще занимаются этой ерундой, потому что они больше ничего не умеют, потому что у них, допустим, есть там семья, которую нужно кормить, даже если они увидят какие-то научные исследования и факты, которые показывают, что то, чем они занимаются, это ерунда, очень сложно это принять, потому что... А то же самое и с наукой, на самом деле, работает. Когда кто-то доказывает, что наука, в кавычках, это ерунда, ну, да, она не так охуительная пизда, так как люди хотят, чтобы она выглядела, у людей тоже срабатывают защитные механизмы в таком случае, они начинают такие, не-не-не-не-не-не-не-не, это все хуйня, это все, там мракобесие, это все чепуха, то есть, да, в принципе-то проблема, на мой взгляд, глубочайшая заключается в том, что сами сайентисты, они такие же, как и верующие, такие же, как и вот эти вот все маги, колдуны и так далее, так далее, так далее, абсолютно такие же, то есть, ну, работают абсолютно те же психологические механизмы, что и у всех остальных, и абсолютно так же работают, что самое забавное. Ну, может быть, не абсолютно так же, но очень похоже. Это принятие этого означает в том числе и очень серьезные, ну, для себя лично и материальные последствия, да, то есть, или придется признать себя плохим человеком, если ты осознанно уже теперь обманываешь, да, после того, как ты узнал, как наука опровергает, да, то или иное заблуждение, или ты должен пожертвовать... А как это наука опровергает, я что-то не помню. Стоп, а как наука что-то там опровергает? Напомнить-ка мне, пожалуйста. Что-то я не видел, чтобы в кавычках наука опровергала Таро, например. В целом, я даже не представляю себе, как в рамках научного метода сформулировать опровержение Таро. Своим материальным благополучием это очень психологически некомфортно. Нет, ну, тут просто, на мой взгляд, важно еще понимать, что я-то за практику, то есть, за медицину в данном случае, если речь о лечении, медицина, конечно, здесь на первом месте, а традиционная медицина, это как бы те техники, которые неплохо, наверное, было бы пробовать развивать и совершенствовать, настолько, насколько в них есть потенциал, да, но пока их эффективность не доказана, применять их на больших массах людей невозможно, на мой взгляд, да, опять же. А проверка практики, она довольно простая, то есть, важно понимать, что есть практика, есть теория. Это разные вещи. Теория, наука, это теория. Практика, это, собственно, практика, соответственно. И самые эффективные практики, ну, там, вот в медицине, они есть, например. Самые эффективные современные практики. Наиболее такой момент, в котором человек является максимально легко воздействуем какими-то факторами, пусть и очень слабыми даже, это момент, когда он представляет из себя одну клетку. Вот в одной клетке, если вы каким-то образом даже одну мутацию сделаете в ДНК, то это может повлиять на судьбу человека радикально. Например, если это мутация в каком-то важном гене, который приводит к врожденному заболеванию, одна мутация произошла, буквально одна химическая молекула изменилась, и это повлияло на все развитие организма и к огромным последствиям для жизни человека. Но дело в том, что момент зачатия люди обычно не знают, а момент рождения люди чаще всего знают. Победки из роддома можно определить. Ну и поэтому, соответственно, с точки зрения гадания, те астрологи, которые бы гадали по моменту зачатия, они просто финансово и экономически проиграли бы, потому что клиенты не могли бы предоставить им информацию. Пул их клиентов, количество их клиентов бы сильно сократилось. Далее, с точки зрения физики, очень забавный есть момент, что, например, гравитационное воздействие Марса на человека, оно меньше всего большого расстояния, чем акушерки в роддоме, которые принимают роды. А электромагнитное воздействие, допустим, лампочки в роддоме, тоже больше, чем у того же самого Марса. Поэтому, с точки зрения физики, астрология не имеет смысла, потому что, если мы постулируем какое-то воздействие, которое зависит от расстояния, то непонятно, почему мы не учитываем, допустим, влияние экзопланет, которые находятся очень далеко. А если мы постулируем... Но они очень далеко находятся, потому что... Более того, блядь, это всё символическая же хуйня. Ну, блядь, Панчин, это всё строится на символах, блядь, каких-то архетипах, ещё какой-нибудь хуйне. То есть, ну, для того, чтобы всё это разъёбывать, надо прочитать, что там подразумевается, а не, собственно, выдумывать аргументы из воздуха. И пользоваться тем, что у тебя оппонента рядом с тобой нет, и не может тебя на хую провертеть. Вот. Ну, вот и всё, как бы, вот основная проблема. То есть, в принципе, в принципе, я не думаю, что астрология, ну, прям как-то, знаете, в ней можно быть уверенным, в этой астрологии. Мне кажется, трудно себе это представить, чтобы реально можно быть, ну, прям вот, всё, доказано, да, понятно. Плевать, что сказано, доказано. Но с наукой тоже во многом так и работает. Тоже нельзя быть в науке уверенной. Даже не то, чтобы в науке. В некоторых вещах, которые выдаются за практику, очень трудно быть уверенным. Нередко. Потому что некоторые вещи реально просто выдаются за практику и какие-то практические достижения. У нас сейчас проблема перепроизводства, в кавычках, научного знания прежде всего заключается в том, что это перепроизводство, там, проблемы. Проблемы и подлоги всякие случаются как раз не столько в тех исследованиях, которые посвящены как раз науке, то есть фальсифицируют, фальсификация каких-то теорий, да. А проблема-то заключается прежде всего в том, что многие люди на практике наебывать-то пытаются. В том числе, вроде бы методы практики довольно прозрачные и можно понять, что плохо, что хорошо, но и там-то наебывают. Там наебывают. И далеко не всегда получается узнать, по крайней мере, вовремя, вот, что происходит на самом деле. Воздействие, которое зависит от расстояния, тогда почему мы не учитываем воздействие, ну, там, проезжавшего мимо автомобиля, который перевозил Кока-Колу, да. Ну, то есть... Ну, то есть, блядь, ты смотришь с натуралистической точки зрения на мистическую, магическую концепцию и выебываешься, соответственно. Мистику ты не опровергаешь. Вот. Секунду. Везде наебывают. Сейчас, секунду, секунду. Ага. Поймал. Да, поймал. Все, убрал. Поехали дальше. Здесь уже у нас огромное количество дыр, на которые астрологи, они даже не заморачиваются нормально, как-то ответить. Дальше... Стоп, а кто заморачивается? В смысле, не заморачиваются? Какие астрологи? Какие конкретно астрологи не отвечают на твои дыры? Можно по пальцам, наверное, показать тех астрологов, с которыми ты общался? Может быть, какие-то астрологи пытаются? То есть, наша основная фишка заключается в том, что когда мы ведем в кавычках или в кавычках даже интеллектуальную беседу, мы, наверное, рассчитываем, что лучший беседует с лучшим, так скажем. То есть, человек, который изучил тему, ему что-то не нравится, беседует с другим человеком, который изучил тему, и которому это не нравится. Если ты споришь с каждым рандомным шизоастрологом, есть предположение, что, ну да, действительно, они могут быть даже... Но они, может быть, даже и не пытаются ничего, не закрыть какие-то там, не знаю, дыры, на которые Панчин указывает. Но другие-то могут и попытаться. Чего сразу клеймить все сообщество? Подавляющее большинство сайентистов вообще умственно неполноценные дегенераты, которые даже определение науки сформулировать нормально не могут. Никита Образцов по сравнению с большинством сайентистов гений, хотя и он, ну, у него не получается нормальное определение науки составить непротиворечивое. Даже сам Панчин, он из тех, кто не может составить адекватное определение науки даже. На самом деле Панчин не может защищать науку, потому что он даже не понимает, что он защищает. Понимаете, в чем дело? То есть Панчин-то как раз он один из тех, ну, если бы он был астрологом, он как раз один из тех астрологов был бы, у которого вот эти вот дыры, и он их не может как закрывать, он просто игнорирует. Но я же не говорю, что никто не пытается их защитить. Ну, большинство людей не пытается, большинство ученых даже не пытается закрыть дыры в сайентизме, в натурализме и в многих других таких вещах, поэтому, ну, как-то так. Чисто экспериментально. Все проверки, которые проводились в истории науки, их было немало, и даже исследования, опубликованные в научных журналах уровня Nature, это один из самых известных научных журналов. То есть не то, что научное сообщество забило, да, мы не будем даже проверять заявления астрологов, нет, научное сообщество проверяло заявления астрологов, проводили разные проверки, результаты этих проверок публиковались, только все они были отрицательными по отношению к астрологии. Мой любимый эксперимент заключался в том, что он очень простой. Ну, на мой взгляд, еще основная проблема заключается в том, что для того, чтобы что-то проверять, надо это понимать, как минимум. Вот, как только оказывается, что вы не понимаете то, что вы проверяете, ну, например, эффективность молитвы, да, эффективность молитвы, блядь, например, вы проверяете, но это просто будет сразу же означать, что вы не можете провести адекватный эксперимент проверяющий. То есть, понимаете, есть буквально люди, есть буквально люди, которые проверяют эффективность молитвы посредством того, как молитва сбывается, получается, да, то есть, люди буквально думают, что люди молятся для того, чтобы то, что вот они проговаривают, желают, сбылось. Но это же, блядь, не так. Это так не работает, как бы. Не об этом молитва. Молитва о внутреннем духовном изменении. Если вы хотите измерить, работает ли молитва или нет, надо измерять нравственные изменения внутри самого человека. Вот неожиданно, да? То есть, молитва – это практика. Это практика для того, чтобы вы изменили, соответственно, некоторый свой моральный образ, облик и согласовали его с христианским моральным обликом. Да, это обращение к Богу и его основная цель, ну, на мой взгляд, пусть будет, да и на взгляд многих христиан – это нравственное преображение. Прежде всего, нравственное преображение, а потом уже всё остальное. Ну, в том числе, ну, ладно, допустим, один из основных параметров – нравственное преображение, ну, его можно попробовать как-то измерить. Преобразились ли люди нравственно, когда они искренне молятся? Вот, да, мы можем попробовать это замерить. Говорить, там, у вас, там, вам предстоит переезд, да, вот что-то такое. Вот, ну, это не очень конкретно. А тут очень конкретная, очень простая вещь. И при этом эта вещь, которая влияет на всю жизнь человека, да, если у тебя есть диагностированные проблемы мусорного развития, это повлияет на твою жизнь в огромном количестве самых разных ситуаций. Вот, и там целый астрологический институт участвовал в этом эксперименте, плюс несколько десятков астрологов. Результат не лучше случайного угадывания. Я видел твои дебаты с девушкой-астрологиней, вот, довольно забавно. Да, но только эта девушка, честно говоря, ну, такой себе астролог, сорян. Сорян, да, такой себе астролог. Я ненавижу тебя, да. Да, да. Мне очень понравилось, что она при всем том, что потерпела фиаско, она... Да, 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 Сол, в этом-то и фишка, что молитва, она не предназначена для того, чтобы вы там, Бог, я хочу бабу с большими сиськами, и он такой, Бог тебе, да, бери, блядь, бери, бери, короче, бабу с большими сиськами, да, держи. То есть это не так работает, там, Бог, я хочу денег, дай денег, Бог, ну, и Бог там деньги тебе кидает. То есть это молитва, а это не про то совершенно. Да, в некотором роде молитва это как своеобразная медитация, но медитация как раз, да, в том числе для изменения сознания, но преимущественно для нравственного изменения сознания. Нравственного. Может быть и не только нравственного, духовного, но нравственное и духовное здесь будут совмещены, но поскольку мы имеем дело с христианством всё-таки. По нравственности мы довольно легко можем измерять эффективность молитвы в данном случае, а это не замеряют. Что вот, где, так сказать, те были неплохие астрологи, а вот у них настоящая астрология, у них правильный институт. На это возражение простое заключается в том, что тогда вы пойдите и проведите такую проверку. Пройдите её, опубликуйте статью в Nature, а после этого уже берите с людей деньги за вашей консультацией. То есть сначала не надо ставить вагон впереди паровоза. Можно, конечно, но смысл ровно в том, что, например, в медицине сначала вы доказываете, что у вас лекарство помогает лечить какое-то заболевание, а потом вы его продаёте, получаете одобрение на это. И то же самое с любыми услугами, мне кажется. Сначала вы должны объяснить, как это работает, что это действительно помогает, что это действительно работает. После этого уже можно с чистой совестью оказывать... Но медицина-то... Ну, это всё разные вещи просто. Медицина и астрология разные вещи. Приветствую Мэтью Белл. Вы не представляете себе, да? Кто бы мог подумать? Это разные штуки. Нет, Этьер, проблемы в этом и заключается, что на самом-то деле настоящая теоретическая наука, она выходит далеко за уровень описания, в мир абстракций, тотальных, абсолютных, мега-супер-абстракций, каких только себе даже вообразить сложно, насколько большого размера. То есть в этом-то и весь нюанс на самом деле, да? Ну, просто так получилось, что наука присосалась к практике и пытается из неё сосать все репутационные соки. То есть получается таким образом, что вся практика, которую мы в мире, собственно, имеем и создаём, да, это, соответственно, научная практика, явно, блядь, и наука здесь во всём это повинна и виновата. Наука всё это сделала, наука молодец. Здесь самый главный краеугольник камень, он в том-то и заключается, что наука, ну, учёные, наука, не знаю, как, вся эта структура каким-то нелепым образом совместилась с практикой, и поэтому, ну, её статус очень высок, познавательный. В том числе коммерческие услуги. Собственно, на самом деле это общий тренд. Бывает мракобесие, заблуждение, то, что это обычно не просто кто-то во что-то верит. Бывает, Мэтью Белл? Обычно у этого есть коммерческая составляющая. Да. Но я помню, если я правильно помню, прости, что перебил, что тебе девушка следующее сказала на это, про близнецов там что-то сказал ей, она говорит, да ведь, Александр, да ведь, астрология, она ведь просто указывает потенциал человека. Это не конкретная карта, это просто вот то, чем он может стать. А стране-то вроде нет, но уж от человека зависит. Ну вот к этому аргументу, да, то есть тоже пояснить, вот мир в генетике тоже есть примеры каких-то... Да, генетика, астрология, давайте сравнивать, буквально одно и то же. Ну то есть, опять же, почему-то методы натуралистического дискурса применяются к совершенно ненутуралистическим направлениям. Мутации, которые указывают, ну, на потенциал, если угодно, а не гарантируют, что что-то случится. Без астрологии молитвы, Александр. Пример, там, знаменитая мутация в гене Борца-1, она указывает на потенциал к развитию рака молочной железы. Бывает ли такое, что у человека есть эта мутация, и рак молочной железы не возникает? Бывает. А бывает ли рак молочной железы без этой мутации? Да, бывает. То есть мы тоже имеем дело с потенциалом. Но в чем разница? Мы можем пойти, тем не менее, сравнить группу людей с мутацией и без, и показать статистически, что есть конкретная разница, там, более чем в 10 раз, да, риска рака молочной железы. А вдруг окажется, что это с какими-то другими факторами совмещено, и это просто, ну, ложная корреляция. И, например, люди с этой мутацией через несколько поколений будут показывать совершенно другую статистику. А, 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 блядь, а нахуй, как вам такое? Как вам такое, Илон Маск? Мы можем это показать статистически, воспроизводимо, объективно. Ну, не знаю, в кавычках, ну, в кавычках объективно, статистику объективно, конечно, ну, такое. Так вот, смотрите, берем, например, общество. 10 лет, 20 лет назад, 20 лет назад, когда там мемов, допустим, не было. И интернета особенно не было, да, допустим. Ну, люди в большинстве своем сидели и смотрели телевизоры, мы такие заявляем. Ну, статистически, да, люди развлекаются, смотря телевизоры, да, в большинстве своем. Мы такие, ну, вот, вероятно. Если мы приходим кому-то домой, мы с вероятностью, там, не знаю, в 90% можем быть уверены, что человек проводит досуг, смотря телевизор. Ну, допустим, да. Но ведь появились новые какие-то, соответственно, развлечения, и наша старая статистика, она просто теперь не работает сейчас. Вдруг в биологических системах все тоже, в кавычках, не вечно, не вечно, да. И, соответственно, статистики могут здесь очень сильно двигаться в зависимости от того, как оно все протекает. Скорее всего, так оно и есть, и панча, наверное, с этим тоже спорить не будет. Что все не так уж однозначно со статистикой. Что статистика не так уж, в кавычках, объективно. То есть она может показывать одно, там, через пять лет другое, через десять третье. Да, это потенциал, но это потенциал реально показанный. А у астрологов потенциал, он сугубо умозрительный, выдуманный. Я даже более того скажу. Если какое-то явление встречается в ста процентах случаев с каким-то другим явлением, у них, конечно, стопорных корреляция очень высокая, но это не значит, что одно из них зависит от другого, ну или в обратную сторону. Это даже, может быть, не значит, что они связаны. Но я теперь не знаю. Допустим, женщины и длинные волосы. Есть какое-то общество, в котором у всех женщин длинные волосы. У ста процентов женщин длинные волосы. И мы делаем вывод, что женщина обязательно должна быть с длинными волосами. Статистически на сто процентов, верно? И такого никогда не бывает. Такого, чтобы женщина была с короткими волосами. Провели чёткую корреляцию, всё заебись, но там, не знаю, лет через 10 приходит какая-то там, не знаю, западная мода, и все начинают бриться женщины на лысо, допустим. Всё, пиздец, конец как бы. Да, я привожу примеры такие социологического, скорее, характера, или даже культурного, и даже скорее потенциального, да, что могло бы случиться. Ну-о-о-о-о-о-о. Ну, это значит, что мы за некоторое количество времени одни статистические данные можем сменить на другие, да, просто вот, например, в данное время, или во время наблюдений, или из-за каких-то других факторов, у нас сейчас такие неплохие встроенные корреляции, но не стопроцентные. Вы понимаете, даже если стопроцентные корреляции имеются, это ещё не значит, что одно зависит от другого, и что вот всё это объективно так устроено. Думанный, иллюзорный. Они не показывают, что есть хоть какая-то корреляция, да, пусть никто не просит от них 100%, да, никто не просит, вот я приводил пример, там, отличите детей, которые учатся отлично от детей, у которых проблемы умственного развития. Никто от них не требует угадать в 100% случаев. Покажите, что какой-то астрологический фактор в два раза увеличивает вероятность того, что человек окажется в одной группе или в другой группе. Они этого сделать не могут, они не могут ничего показать. Другой дискурс. То есть неожиданно, опять же неожиданно, да, тут опять же действительно апелляция к дискурсу очень важна, потому что на самом деле, на самом деле по какой-то причине Панчин применяет стандарты натуралистического дискурса к магическому, и это хуйня. Так, представление о плоской земле, вероятно, более древнее, чем представление о не плоской земле, да, и что? Наука движется вперед. Мы, в том и смысл науки, что мы находим какие-то ошибки в нашей картине мира и находим новые теории, которые лучше объясняют окружающий мир. И движемся от меньшего понимания к большему пониманию. Поэтому сегодняшнее представление научное, конечно же, многократно превосходит в своей точности то, что было тысячу лет назад. Что такое представление? А что вы взяли, что в точности они превосходят? А если наука все же бесконечно далека от истины на данный момент, то точно ли она превосходит в точности то, что было там 200 лет назад? А просто если и то, и то принципиально не верно, например. Если никакой эволюции, допустим, не было. Может быть тогда, в данном случае, и представление прошлого все-таки ближе к истине. Ну вот, так скажем. То есть, допустим, да, вот у нас есть два высказывания. Эволюция была, эволюции не было. Соответственно, наука считает, что эволюция была. В каких ситуациях мы можем представить себе, что эволюции не было? Допустим, у нас была симуляция, да, мир симулирован. И он начал существовать, допустим, не знаю, 6 тысяч лет назад. Почему бы и нет? Эволюция никакой не происходила. Все окаменелости, ДНК и вся вот эта хуйня, которая была вот здесь, она просто была закодирована в мир таким образом, как будто бы эволюция была, но нас наебали таким образом. Так, соответственно, наука проебалась в соответствии с истинным положением дел в мире. Наука купилась на наеб, так скажем. Ну, допустим, да, вот смотрите. Вот у нас есть карточник, картежник какой-нибудь, картежник. Он перед вами картами размахивает. Это картежник, это мир, да, я вас сейчас аналогию приведу, хуевую, ну пусть будет. Картежник, в общем-то, берет и вот, соответственно, карты перемешивает. Есть человек, который этому картежнику не верит и думает, что он наебщик и долбоеб. Но он это не проверяет. Есть человек, который начинает это проверять, и картежник, не знаю, достает карту, показывает, а какая здесь карта, я ее не вижу. Смотрите, какая здесь карта, какая здесь карта, какая здесь карта, вы видите, какая здесь карта, да? Понятно, вы запомнили, запомнили, какая здесь карта, да? Запомнили, он там начинает, берет такой, оп, перемешивает, перемешивает, берет, перемешивает такой, оп, 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 а потом достает опять же этого рыцаря дисков, но я его, правда, не достану, я его потерял. Допустим, я достал рыцаря дисков. Допустим, я достал того же рыцаря дисков. Все такие, блядь, нихуя себе, нихуя себе ты, блядь, мак-колдун, ёб твою мать, ну ты круто, да. То есть в таком случае ученый это как раз такой человек, который повелся, так скажем, на условия мира, да, то есть он искренне верит вот этому миру-колдуну-картежнику, соответственно. А на самом деле вся ситуация может быть значительно сложнее и хуже, да, то есть человек, который повелся на наёб-картежника, в данном случае дальше от истины, чем человек, который не повелся на наёб-картежника, но нихуя не знает при этом. Там дохуя еще слушает Панчина. Так вот, да, ничего не изучая, человек может быть ближе к истине, чем человек, который что-то изучает. Ну или опять же, допустим, давайте себе представим, приветствую Владимиру, вот мы спрашиваем, какой формы планета Земля? Вы говорите, ну, блядь, сфера, ебать, понятное дело, да, ну очевидно, сфера, блядь, сфера. А на самом деле, опять же, вы, допустим, в симуляции, или, допустим, вам бог Беркли как бы пересылает восприятие, и тогда вообще никакой Земли, наверное, нет, если бог Беркли вам восприятие пересылает, да? А если, соответственно, вы в симуляции находитесь, может быть, настоящая Земля за пределами симуляции, она как раз плоская, допустим. Человек, который убежден, что реальная Земля плоская, будет ближе к истине, чем человек, который убежден, что она сферическая при этих условиях, соответственно. А через тысячу лет много из того, что мы сейчас, может быть... Ну, я как скептик могу придумать бесконечное количество возможных примеров, да, и проблема для моих оппонентов заключается в том, что им эти примеры надо опровергать. Если они просто скажут, ну, это всё хуйня, ну, это значит, что их позиция просто не обоснована. Если они не могут опровергнуть примеры с симуляцией, например, ну, просто это означает, что позиция любого сайентиста, который не может это сделать, она не обоснована. Она просто нулевая, соответственно. Это значит, что он буквально сдаётся и говорит, эволюция не доказана. Я не знаю, плоская Земля или нет, соответственно. Но, правда, он прямо так не заявит, он не сможет здесь аргументировать. Он будет полностью безоружен, абсолютно раскукожен, соответственно. Очень много хороших молекулярных биологов, генетиков. И, по сути, эти люди, когда они желают выйти из такой области чисто фундаментальных исследований в прикладное что-то, они вынуждены либо уезжать за границу, либо они что-то разрабатывают здесь, потом просто патентуют, продают патент зарубежным компаниям. То есть, насколько это всё мракобесие социально значимое, не приходится говорить. Другой пример, который меня дико возмущает, это то, что по конституции светское государство, давайте введём основы православной культуры в школы или признаем теологию наукой. Да, это тоже примеры, пусть кто хочет занимается православной культурой, пусть кто хочет занимается теологией, это лично и дело каждого. Пусть кто хочет занимается наукой в школу. Так вот, а почему с наукой-то это так не работает? Почему науку надо безальтернативно преподавать людям, а вот всё остальное надо, типа, если хотят, пусть занимаются. Пусть наукой, если хотят, пусть занимаются. зачем людей насильно отдавать школу а потом и без обязательств университета идти обучаться там всякой хуйне ну оставьте только практику тогда не 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 отключена человека давайте мы не будем делать это на уровне государства как давайте не будем создавать там кафедры астрологии да у нас эти есть институты в которых допустим есть кафедры гомеопатии на полном серьезе да вот это вот интеграция макобесия с государством очень сильно пугает сейчас вот новая тема это появилась новая в кавычках наука называется деструктология которая используется ну вот обычно когда кто-то объявляет что он придумал свою нау ну как добровольно вас как бы подкупают деньгами государственными вам говорят вот мы вам выкупили место вы получите образование потом будете на работе охуенно работать а то есть люди здесь нет не то чтобы по совсем доброй воле выбор делают соответственно надо очень сильно преисполниться чтобы в итоге не пойти в вуз если вы метите на какую-то большую не знаю должность на что-то важное в своей жизни или хотите какое-то исследование провести например особо даже выбора нет конкурент конкурентов даже не будет в этом плане уже наука становится реальным инструментом какой-то репрессии было например там времена лысенко генетика была объявлена уже наукой на основании чего-то идейных принципов очень похожих вот на условную деструктологию когда возникают гонения на каких-то реальных ученых возникают гонения на режиссеров сценаристов еще на на деятелей культуры которые посмели высказать в художественном произведении какую-то идею которая такому эксперту кажется опасной вот то вот это вот это вот то что называется уже проблемой для всех нас то есть то что кто-то отдельно верит во что-то странное то там какой-то чек сказать то есть какие-то проблемы науки это проблемы для всех нас юг к строган это он себе больше всего навредил но если вас эти астрологи начнут выступать в судах и будут давать там показания о том что смотрите этот человек у него там меркурий в пятом доме поэтому он совершает финансовые преступления ну вот такого рода вещи это уже касается любого астрологи так вообще не должны родилась на нельзя делать предсказания по астрологии каким образом кто там совершает преступление более того в этом плане я в каких-нибудь генетиков привел которые такой же хуйней занимаются пытаются каких-то поверхностных корреляциях соответственно узнать кто там чем за ним кто к чему предрасположен а это все временно и зависит от ситуации от положения в обществе человека и от много чего еще сверху от сообщества в котором человек пребывает например станет ли человек вором или нет зависит не только от его генов но и соответственно многих других факторов разве не разве не правда наверное хочу сказать что мир усложняется научное знание реально где-то читал что философия умирает потому что она раньше была связана очень сильно с научным пониманием как бы с научными открытиями сейчас научные открытия настолько сложные что философы и не поспевают лол лол блять не поспевают философа у них нет компетенции эти эти статьи как бы осознавать и понимать и поэтому да только к сожалению у ученых нет компетенции чтобы разбираться в методологии философии науки во многих других интересных вещах вот это печально ну а отсюда и идет желание все упростить наверное не знаю откуда из философии очень важное слово ученые они же по природе своей ну должны сомневаться о блять да действительно по природе своей должны были цель сахули они не сомневаются тогда и даже уверены в своей теории ученые даже в себе подкладывает как бы свинью прочитал шиза короче за докинза тема становится предвзятым и начинает защищать свою теорию и до любой нормальный ученый будет защищать свою теорию до тех пор пока это не перестанет вредить его соответственно имиджу кстати даже если его теория верна если вдруг неожиданно коллектив сочтет что его теория шиза до большинства ученых просто сдаться под давлением обстоятельств но потому что им хочется сохранить работу им хочется заниматься тем чем они занимаются по большей части в рамках учебных учреждений душным из это бабки платят в других местах им не будут за это бабки платить проще говоря ну как бы ну как бы здесь фишка не в том что ученый сомневается так сильно здесь наоборот проблема заключается в том что ученый является принципиально ведомым организмом таким который вынужден соотносить свое мнение с мнением некоторого коллектива даже если это мнение неправильное мнение этого ученого является верным очень редкое количество ученых реально может выстоять под напором коллектива сохранить свою позицию защищать ее долгое время и потом допустим создать целую научную школу по которой потом может быть которая потом может быть что-то там и объяснит интересное серьезное важное серьезно ну тут нужно быть очень сильной личностью и это тоже кстати с к сомнению не имеет никакого отношения тут наоборот да вот это в кавычках так называемое сомнение ученого она формируется из-за неспособности ученого отвечать в рамках коллектива своим оппонентам и конкурентам если их очень много вот и все она фильтрует в свою пользу да поэтому ученые супер сомневающиеся люди а все эти ребята это в длинных значит мантиях да с длинными волосами из из бусами они ни в чем не сомневаются а мы люди у нас есть психика нам нужно в этом меняющимся страшном мире хоть какая-то константа хоть кто-то кто скажет так неси я знаю как надо важнейший принцип науки то что ученые пытаются опровергать свои собственные идеи вот например ну чаще всего не свои собственные идеи кто-то другой пытается оправить ваша идея обычно я не верю в экстрасенсов но при этом я очень активно участвовал в премии гарри гудини которая предлагала возможность экстрасенсам там астрологам гадалкам кому угодно прийти в рамках научного эксперимента доказать что я и мои коллеги что мы не правы вот а могут ли ученые усомниться в своем методе просто метод осомнительный определенно ну это я тоже уже много раз доказывал и показывала метод осомнительный могут ли ученые в нем усомниться но если усомнятся то скорее всего из этого сомнения они уже не выберутся им будет очень трудно наукой заниматься хотя с другой стороны там скорее всего дальше психология своеобразная сыграет то есть они начнут защищаться мол да они попробуют что-то там кто не знаю вот обратного и такого и цифрового действия да мы особо не видим то есть мы не видим того чтобы люди меняли свою точку зрения когда появляется научная критика и взглядов мы не видим такого чтобы там ну словно люди которые работают в астрологическом институте чтобы они активно занимались постановкой таких экспериментов которые могли бы показать несостоятельность астрологии в случае если вы готовы выдвинуть да не даже дело не в том ученые нет не так это делают ученых есть базовые идеи из которых они исходят и потом они просто ищут какие из этих идей наиболее соотносятся с опытом да и какие фальсифицируются по большей части какие потом уже после кучи фальсификации выдерживают проверку временем если мы возьмем какую-нибудь астрологическую школу до введем ее в натуралистический дискурс то есть действительно создадим большое количество всевозможных соответственно академии институтов астрологических рано или поздно астрология придет к такому состоянию да когда будучи фальсифицируемой она будет себя фальсифицировать но при этом приведет свою теорию к такому виду что ну как бы она она будет предсказательной приносить те или иные плоды скорее всего но опять же да то то есть в процессе длительного вот такого методологического отбора может такое может случиться вполне просто астрологии прецедентов не было чтобы она как наука развивалась и чтобы такое количество денег и ресурсов выделялось непосредственно на астрологию если проверяя какие-то рандомные астрологические школы то же самое что говорить от коперник коперник нам сказал что соответственно не знаю земля вращается вокруг солнца мы такие-то хуйня же смотрите вот у птолемея система она лучше описывает движение планеты планет коперник долбоеб ну и все на это можно было бы остановить исследование сказать что коперник долбоеб у нас есть лучшая система и просто ну все забить все солнце вращается вокруг земли так лучше так проще так лучше описано даже на момент жизни коперника но нет же продолжили почему-то исследовать почему-то нашлись люди которые стали держаться своих собственных убеждений несмотря на то что их убеждения были хуже и с практической точки зрения обоснованы и не только с практической с точки зрения логической даже хуже обоснованы чем убеждения но собственно их предшественников получается они все равно держали за свои убеждения до тех пор пока их не получилось обосновать лучше чем у предшественников понимаете в чем дело понимаете в чем проблема то то есть панчин просто хочет взять и вывести всех оппонентов из гонки сказать а но вы не можете нас догнать все идите нахуй отсюда мы тут одни будем бегать как бы то есть он пытается не у не устроить соревнования он пытается выгнать всех конкурентов с площадки беговой получается это кринж если она действительно несостоятельно вот поэтому такая такой разрыв существует дам совершенно верно что вообще ученые они есть тоже очень разные люди и среди ученых можно найти своеобразных персон которые могут а панчин готов реально выделять астрологам за облачные деньги чтобы они на протяжении нескольких веков ну хотя бы одного века развивались взрывным образом до чтобы не целые институты были в которых будут проводиться эксперименты к собственно калибрование с этой самой астрологи вам он может это ну он хочет это сделать вообще а в науке вот общепризнанные да вот то что считается к чему стоит стремиться да это вот самокритичность сомнение да 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 самокритичность сомнения жалко что у панчин это нет и подавляющего большинства ученых говорить и аргументировать по существу отсутствие там переходов на личность да к сожалению если бы это действительно так работало было бы может быть и круто но когда речь касая когда речь идет о вещах которые касаются фундаментальных некоторых оснований науки большинство сайентистов и ученых этим самым стандартам не соответствует подавляющее большинство сайентистов и ученых и это часть академической такой этической культуры грубо говоря допустим я написал статью ее показали рецензентом рецензенты написали будет ерунду в ответ допустим есть с этим не согласен абсолютно неприемлемо да будет сделать то как это часто бывает там спорах на тему какой-то там уже науки и чего-то такого сказать что вот эти рецензенты проплаченные что они просто пытаются подавить там научную мысль а может быть пытаются а может быть и пытаются откуда ты знаешь может они проплачено может быть они просто предубеждения какие-то имеют может быть это действительно правда но я например считаю что собственно сообщество так скажем академическое проплачено не проплачено но у него есть у многих представители этого сообщества есть определенные которые заставляют их делать неправильный выбор так скажем ну сомнительный выбор вот нет то есть как бы тебе ответ написали должен ответить по существу ну чтож я я вообще вот что думаю ответ не по существу было 7 написали ответа он не по существу был среди моих знакомых которых я искренне люблю есть люди которые и составляли human design карты и и всякими нумерологиями увлекались и так далее и вот вот что я думаю а ты скажи мне может быть я заблуждаюсь а для них для моих этих знакомых это не предопределяющие жизнь знания это просто повод поразмышлять над чем-то то есть ты получил какую-то информацию которая как будто бы тебя как-то описывает благодаря каким-то магическим там ритуалом неважно это способ поразмышлять над собой вообще по подумать над собой над тем как ты устроен что ты себя представляешь в этом плохого ничего нет вот поэтому у нас есть у нас есть психика и она она всегда будет допускать что-то вот такое что-то где где на первом месте чувство религия религиозный человек просто чувствовать что бог есть ему не нужно никакие объяснения там и так далее ему это нафиг не надо именно ли этого для многих верующих это прям не знаю элемент их опыта буквально но правда духовного но опыта ну что так наша психика устроена в ней есть чувства поэтому я буду так сказал можно прикиньте вот сидели медитировали и увидели бога ишвара например и вдруг вам какой-то долбоеб ученый говорит что бога ишвара нет то есть в бога ишвара видели а соответственно атомы блять не видели например вот бог ишвара но для вас более вероятно что есть вы днк не видели а бога ишвара увидели какую-то статистику абстрактную вы не видите да в мире то есть это просто какие-то ученые что там у себя посчитали поприкалывались соответственно бога ишвара вы видели ну что для вас более вероятно в таком случае будет ну что бог ишвара скорее чем какие там атомы днк и прочая хуйня и хироманту пойти и так далее если вы никому не делаете плохо кроме себя и вы делаете сознательно и вы понимаете что 50 не понятное дело что у сайтистов есть объяснение духовному опыту чужого чужих других людей то есть они начнут объяснить ну выше зануды у вас магическое мышление начнут они объяснять да это к вопросу о научной дискуссии кстати о том как в науке нужно отвечать по существу я напомню да а как отвечать по существу а надо сделать официальные исследования в которых вы просто обсирать людей будете там обвинять их в магическом мышлении того быть еще хуйне то есть нафантазировали какую-то абстрактную хуйню неожиданно да из нихуя и с помощью нее объясняете почему кто-то там верят в бога то есть он верит в бога не по каким-то объективным причинам дамю что не весь доказательство духовный опыт или еще какая-то ходить вся тема да вот а потому что он дурачок блять да надо объяснить тем или иным путем то есть в итоге для того чтобы подтвердить свой от хоми ним выбрать собираете статистику соответственно там еще что-то делаете считаете все равно приходите к от хомель ему как бы все все заблуждения можно посмотреть вот принципы по которым мы можем что-то раз критиковать и применить все те же принципы к другим идеям есть ли вообще какие-то научные основания для этого какие-то были известны ли вам какие-то научные проверки которые подтверждали ту или иную точку зрения почему научное сообщество относится к этому скептически да 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 все должно мериться по науке наука есть мера всех вещей никак иначе заебись вот такого критическое мышление ребят запомните критическое мышление таково что мы должны ссылаться на авторитет других людей всегда все определенных святых до непогрешимых то есть ученых все ссылайся на авторитет других людей в этом и заключается твое критическое мышление чел запомни это